Валера, зачем ты меня снимаешь? Я сейчас некрасивая. Можно Машу снять. Бедные люди. Сейчас. Можешь говорить Машу. Привет видео дневнику. Не видно ее. Она даже на видео есть. Не на видео, ее просто фотография. Хочу поздравить вас с первым днем весны и с новым дневником Валеры. Подожди, который еще не вышел. Но который выйдет. Когда где-то через год где-то. Неправда. Учитывая, что она еще тачат дневники за какой месяц, Валера? За зиму. За какой месяц? Декабря она не добралась. Я добралась. Да, вот видишь, я же говорю за это. А, есть она. Наверное, где-то там октябрь. Все, теперь все знают. Просто наросла. А, что-то она рассказывала, типа, сейчас. Валера, не надо ее компромат. А она говорит, типа, а твоя веса до нами в коей-то степени растворим. Хорошо, что типа, такой молодец, такой молодец. Я тоже хочу есть. Валера мне не принесла поесть. Она даже сама не ела. Просто поесть. Я не хочу так есть. Мне ничего нет с собой. Нужно что-то купить, что ли? Блин, тут так весело, Маша. Как раньше у тебя нет знаний. Куда? Куда домой приедешь? Пошли. Сознаты приедешь. Что? Что? Маша, что? 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 Спасибо, давай, приходи к вам спать. Так, ээээ... Ой, как я делаю. Я жирная. Это, думаю, в шесть сегодня собираемся в противном. Ты не хочешь? Угу. Так, а что ты и забиралась? Так, я же не сказала, а позвоню, знаю. Ладно, ну все равно надо. Короче, если она не начальник, то разбирайся с ней. Я тут ничего не решаю. У нас у нас важная. Да, так. Я вижу. Сейчас надо еще узнать, где Настя, пусть мы здесь узнаем. Зиловая колпаса. Что-таки какая-то. Ну, начальник. Не берет. Не берет. На диванчике. Короче, сидим. Псып. Псып. Трансляцию вести. Мы вчера, короче, пока пухали. Ну, не пухали, я не пухала. Я просто вели трансляцию. Псып. Да, это тупак. Ведь любят вести эти все трансляции, короче. Там все, наверное, смокрые. Четыре человека, я хочу рассмотреть. А, нет. Там был рекорд, короче, посмотрели 11 человек. Я не знаю, с Ванни в кино. Мы все записывали, если прикинь, нахренся сайт. И там все пропало. На прикинь были классные видосы. Там была песня про нас. Не, я там могу увидеть танцевать. А ты правда с нами? Она такая милая. Вообще, тебе надо заниматься, короче, надо записывать песни. Вот, иди и записывай, короче, песни свои. Потому что у тебя круто получается. Вообще круто. А после, если пойдешь на голос Германии, короче, то реально у нас не одна космоса пошла на голос Краины, короче, я не прошла. Нет, Критва Та. В общем, там же. Да, да, да. И она вот там, короче. Вот. И ты, короче, пойди на голос Германии, потому что тебя там возьмут по Львасу, ты будешь играть. Ну, и, кстати, в голос Германии есть. Я не знаю, что во всех странах есть голос. Почти во всех. Вот. И там фишка в том, что там не очень сильная, короче. И ты там будешь вообще как раз туда впишешься, короче. Ты будешь знаменитой. Короче, Валера, я тебе отвечаю. Все такие перспективы будут. Я, короче, уже все так была. Валера, я буду встречать вас теперь. Если ты смотришь через 10 лет, Ого, я не дышу. Через 40 баллов. Знаешь, что ты на себя останешься для меня. Надя, может, где-то плавает. Да, может, или отборникам вот тут работаю, короче, через дорогу. Нет, такого точно не будет. Да, или в АТБ продавщице, или в Сильбур. Все более вероятно, у продавщица, да. Вот, возможно, скорее всего, так и будет. Мне так биться, кажется, в церкви. Не пробовала. Ну, когда буду продавщица, попробуй. Да, когда Линдзя, то Леси, Линдзя, то Леси. Только половину фраги придется. Да, она любит пиццу. Она все любит. Ой, я, кстати, сейчас покупаю. А у меня Васечка. А я тебе сейчас покажу фруточки Васечка. Вася такой красавец. Он очень красивый. Вот, Валера. Ну, я спросила. Ты там, короче, еще не вышла замуж. А то будет прикольно, короче. Ты такая смотришь, тебе с полугода уже замужем. А еще продвигай нашу группу конфетей. Всем расскажешь, это очень популярная группа в Украине. Кстати, ты понимаешь, как у меня тарифы, как раз. Это уже десятка, но уже в евро. Это десятка евро. Это что, это только десяток на гринд. Это недели в магазине вот так вот. Так что, Валера, у тебя в море возможности просто... В море там рядом. Ну, это море рядом. В Балтийской. Как я лекурал. Холодно. А не холодно. А ты... А там прямо в этом будет... Это с тобой море будет? Там есть Днепро. Да. Да. Эй, кстати, я возьму с собой куцар. Какая-то скобная снистрая. Какая-то такая. Уже вот слипла. Слипла. Просто так, чтобы не поднимать. И с манделиной. Есть гитара. Как? Сиборо? Да. Ребята, как бы вы получили. Не страшно. Рунь. Есть гитара. Укалели. Я сейчас заметила столько популярных вот этих таких видосов. Короче, они кидают укалели. И как они все русские. Что это? Просто? Да не просто играют. Маши все загитали, да? Я тоже в эфире. А что же мне не нравится? Зачем? А то есть если четыре стороны, то это проще? А теперь это не проще. А я так и делаю, да. Потому что так больше возможностей, если я переворачиваю вода, так больше возможностей здесь осталось. И так лучше получается, кстати говоря, если по-честному. Надо передать привет ванильке. Ванилька. Ванилька. Сердечки для ванильки. Это попа получилась. Попа это, знаешь, как. Так вот, короче, камере придется. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Вот это культура, понимаете? Вот так вот. Видно, что у них ванильки. И видно вообще. У нас ничего никогда не было. Вот, да, вообще хорошие. Вообще все хорошие, наверное. Просто и со всеми можно найти вообще эти... Ванилька. Ванилька, мы тебя любим. И скучаем. Ванилька приезжает. Короче, я распалась. Наша семья как-то. Валера уезжает. Одна у нас, короче, ловуха осталась. Ванилька уехала. Когда я заработал, я алименты. Ты уезжаешь, короче. А я остаюсь как ловухом. И чувствую себя ловухом. По жизни. По жизни. Подойди, может, меня пока нет. Ванилька. Ванилька. А эту корицу можно есть? Ванилька. Скажи про мнение, ты бы съела корицу такую или если бы это было ваниль? Нет. Её, наверное, не встали. Сейчас клюю себе ещё. Может, так интересно. Что такое? Чайник. Чайник. Ваниль. Пройду. Пройду. Промагаю. Ванилька, я бы хотела с тобой жить вместо... ...чего говоря. Да. ...и бы хотелось бы сказать. Вы можете меня обижать. Я всё прощаюсь. Была круто когда мы жили в Китае. Он вообще не будет. Я начала с 10-го класса Мы как общаться начали с 10-го класса Мы как общаться начали с 10-го класса Не, я там снимала Всё, пока Ваня не там Мы тебя любим Попа Вода уже отвыкла Давай Булькни в молоко А молока нет Ну, пока не было ещё с молоком Всё, видеодневник удался А я, кстати, давно в твоём видеодневнике не ела Потому что я давно не монтировала Но Ты тоела Как мы там отжигали, да? Да Вкусное течение Чё ты как-то так странно ешь? Я уже разломала Разломала Я уже снимать разучилась Я уже снимать разучилась Давай уже Кусь А ты шо? Ты шо? А ты шо? А куда? А куда пошло? Куда пошло? А я уж там была А что ты хочешь? Мы тут, короче, поели Маша взяла блинчики его вон Вот так Распотрошила, видите Видеодневник Правильно Правильно Так, а какой у нас сегодня месяц? Месяц март Ноль три Смотрите, Маша Маша, она такая кровавая У нее кофта такого Бордового цвета Тут блинчик раскромсала Кровавая Мэри И чай тоже чё-то красный А я вот уже всё, короче Сахарец У меня уже Я специально в Ласово записала Что она у меня поела Да? На счастье И если у Ласова ест Значит у него отбить Да, и вы Давай Посёрпать У тебя капает Не кровь-то вода Огонь и вода У нас чудаков Были близки Маша, давай реклама манго Короче Покупай Пальто манго Четыре тысячи Кардиган 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 2000 брюки 3000 кеды 8000 евро сумка дольче габбана прада такой магазин можно найти только в одном городе в смысле у меня в навигаторе говоришь не плавный я тоже вчера и на голосе видит не не на голосе я на голосе вживую не смущаю не смущаю и а и и и и Субтитры подогнал «Симон» Мы творим историю Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Мы заходим в мою новую комнату. Та-дам! Значит, вот мой шкаф. Видите, прекрасные мужчины Марк и Карл. И мой рюкзак. Вообще, зачем нужен шкаф, если есть дверная ручка? Ну, серьезно. Тут у меня... Все. Что еще надо для жизни? Ратути. Самая важная часть в моей комнате. Это мой коллажик с друзьями. Со мной везде. Люблю вас, ребята. Приезжайте ко мне. Вот у меня письменный стол, обеденный стол, комод, шкаф, тумбочка. Все, что угодно. Пресло. Это все не мое. Это мне по-дружески оставили ребята, которые тут живут, пока я не куплю свою мебель. Что у меня тут? Блин, оттенчик. Вон, чесунка стоит. Это я смотрю влоги за Элой и радуюсь жизни. Всякие мои канцелярские принадлежности. Это я пишу конспект по истории музыки. Очень интересно. Кстати, я уже довольно много понаписывала тут, но еще хочется его писать, потому что сейчас я хожу на лекции, которые являются второй частью курса. А в первом семестре, по-немецки это зимний семестр, они проходили все до 17 века или даже до 18 века. Это вот я сейчас буду есть такой йогурт. Хочу его попробовать. Так, кто это? Здравствуйте. Клесенчит. Почему оно не фокусируется? Тут у меня всякие провода, конспекты, там партитуры по хору немецкие, какие блокнотики. Тут у нас фэшн и бьюти и утюг, брат Вити, кстати. А Витя у нас в чемодане, потому что у него сломалась кнопочка, то есть чтобы он горел, мне нужно его держать, поддерживать. И это моя кровать, мои ложи. Завтра, кстати, мне должны привезти уже кровать, поэтому буду держать вас в курсе. И вот мой чудесный вид из окна. Здание. Второе здание. Крыша. Вообще, это самый центр, и я не жалуюсь, мне тут очень нравится. Что еще осталось от предыдущих хозяев? Тамблер, начало. Такие вот плакатики, но мой лучший. Люстра такая у меня прямо диско-шар. Только она не вертится, и пока наберет яркость, пройдет достаточно много времени на ратуте. Ну вот и весь мой рум-тур. Я сегодня тут подметала, попылесосила, помыла ванную, так что... Гэй. Привет, братишки. Мне что-то так давно не снимала, видите, я уже, наверное, все разрешила сделать. И немного сык, как я на улице идти и снимать. Что еще говорить, но я сейчас, может, на месте, я буду все слушать. И поменьшу машин, и повеньшу людей. Не знаю, это как бы Европа, тут тоже не нормально реагировать на камеру. Но несколько дней. Ну ладно, поднимаю, что я какой-нибудь там иностранный влогер, известный. Короче, сегодня 9 мая. Ой, тут уже кто-то, он меня смотрит. Сегодня 9 мая, и я нашла в интернете братскую мобилу суветскую, и решила сюда пойти. И как-то, знаете, когда-то вдали от родины патриотизм, он так и чувствуется, так и бьет кучу он себе. Тем более, я же в ВИЧе патриотов, братишки. Я с вами, я не за всех, как за вас положу цветы. Не знаю, конечно, пилять 45 минут бегом. В такие моменты я жалею, что не купил себе велик сразу. Потому что я живу в центре, он мне вообще не нужен. У меня все там, максимум 10 минут, хоть бы, окей, 20. И такие вылазки я устраиваю нечасто, пока. Но сейчас я все-таки решила сходить, почтить память, так сказать. И, господи, пока мне еще кто-то, по-своему, знаю. А, кстати, вот я сейчас изговариваю, и вот, это уже у меня все чувствует, что он такой чердил. Наверное, очень страшно. А, ну, что еще хотел сказать. А, ну, в общем, надеюсь, на кладбище тоже можете быть снимой. Да. Мы с вами идем. Разве. Потому что, последние пять лет я же была в интернате на 9 мая. И мы, как бы, никуда не ходили, до нас особо и не пускали. Поэтому мы вдохнем. Да, лучше сходить. Томно, когда ходим в чужой стране. И будем называть вещи своими женами. Но эта страна в два раза. Дело очень прошло. Когда я решила уйти с пушком, потому что автобус идет полчаса. Приехал идти в 45 минут, то есть, как бы, разница не очень большая. Автобус это останавливается, наверное, как каждые два метра. Тут везде есть остановки просы. Куда ни грани, везде остановки. И потом, ну, что, подышу свежим воздухом. Вообще, на город посмотрю, я на этом районе ничего не была. По-моему, называется Сен-Фьюрген. Или Сан-Фьюрген. Я не знаю, как это считается. Иду сейчас по аллее Флакенбургер. Все прилично. И это не бургер. Так что, да. Мне нужно идти на аллею Фритхов. И, возможно, это как-то связано с миром. Я не знаю. А еще там недалеко есть улица Моцарта. Поэтому, ну, я не знаю. Пока я уже дошла до Нижнего улицы. И как-то это получило быстрее, чем я ожидала. Знаете, у меня обычно такое, что, когда идешь куда-то в первый раз, то кажется, что это так долго и так далеко. Обратно уже намного быстрее. То есть, ты реально оцениваешь, сколько ты прошел. А тут, когда все, уже нужно пройти буквально 10 минут. Ну, кстати, по пути был Лидл. Я хочу туда зайти. Я еще не была в немецком Ливу. Посмотрим, что там. Я обычно хожу в Эдеку и в Реве. И знаете, что в Эдеке подожжали био-киви на 10 центов. Теперь покупаю себе обычное киви. И знаете, что? Смотри, тут везде, сколько я уже прошла, везде частные сектора. Очень-очень редко какие-то трех- или четырехэтажные здания. А так много этажей, как у нас, таких нет. Может, они прям вообще за городом, вроде бы, для беженцев. Не знаю. Беженцев тут я тоже, кстати, очень редко вижу. Там есть какие-то арабы или турки. Но очень мало. Я купила цветочки. Но вы их сейчас не можете видеть. Мне их заберут везде. Какой укропик уже. Купила две астры. Но она уже... О, они не похожи на астры. Но тетенька сказала, что это герберы. И я такая, окей. Ну, две штук купила. Она такая, говоришь, что вам букетик сделать. Я говорю, ну да. Я не знаю, может, в Германии два цветочка это на счастье. Малори. И еще я только что посмотрела в словаре. Оказывается, Фритхоф. Аллея. То есть, по которой мы сейчас идем. Фритхоф значит кладбище. Ну да, в принципе, связано с миром. С умиротворением. И я что-то теперь не очень завидую людям, которые живут на кладбищенской аллее как-то это. Ну, не знаю. По идее, оно должно быть уже... Ну, по крайней мере, могильные плиты А5. То есть, как бы... Чем мне нужен переход. И номер 83. А уже 102. Вот я зашла на территорию кладбища. И смотрите, че тут есть. Памятник украинцам. Вот памятник русским солдатам. Идем. Идем к украинцам. Че, сзади меня по ходу крематорий. И птички поют тут хорошо. Но в Бухенвальде тоже пили птички. По-моему, тут гуляют люди даже с колясками. Собаками сюда нельзя заходить. Посмотрите. Это просто мой парк Горькова. Какой-то след. Я не знаю, куда мне идти. По-моему, уже крестики. Наверное, мне сейчас идти прямо. Я не в курсе. Нет, в крематорий мы не идем. Не надо. Белка. Белка. Сбежала. Пахнет, как в ртеке. Покороните меня на таком кладбище. Я буду очень счастлива, серьезно. Это... Ну что, это разве кладбище? Да как мне тут... Кулумбарник какой-то, боже. Разве это кладбище? Посмотрите. Это же парк. Тупо. Правда, я не знаю, где мой отдел Е и Г. Мне должно быть где-то рядом, но... Что-то не были указатели какие-то повесили. Почему никто не знает, где мемориал советским солдатам? Я нашла мемориал Второй мировой войны. Просто вот он так выглядит. Но это всякие немецкие солдаты мы. Что орет это, ребята? Мы не будем ничего вложить. Класть. Какая красота. Тут кладбище размером с центр. Короче, я тут уже хожу. Не знаю, сколько. И мне как бы нужна стелла. Но я не вижу ее где. Я уже поговорила с каким-то работником кладбища. Он тоже не знает, где... Это мемориал советских солдатам. Я уже нашла в интернете карту. Показала ему. Он такой, ну вот тебе надо идти, наверное, туда. Я говорю, нет, мне нужен отсек. 21. Он такой, а, ну 21, но это тут недалеко. Это, короче, вот иди назад. Хотя я тут еще не была. И увидишь какой-то домик. И вот там вот есть маленький отсек. 21. А вот я, походу, нашла домик. Это тот домик. Боже, я так снимаю криво. А мне тут нравится. Очень нравится. Посмотрите. Какая-то свежая могила, наверное. Уверена, что мне сюда. Мне стремно. Я нашла Таня Ри. Что тут? Да, посмотрите, ребята. Это же, это же. Тут почивают украинские скитальцы. Залишила батьковщина, рятующая свою свободу. Не было на той воле Божьей, чтобы она вернулась на Украину. Мне кажется, что нужно все-таки оставить его здесь. Все, братишки, я думаю, что это правильное решение. И Тарас Шевченко меня простит за то, что не поместился у меня его кобзарь. Как-то так положим. Прости Тарасику. Ну вот. Постоим. Это разве кладбище? У нас мыра ради курорта такого нет. Что это такое валяется, а? Я не могу найти советских солдат. Где они? Может, тут я видела какие-то крестики? Тихо. Тут все трещит, короче. Белочки какие-то бегают, а я, блин, устраиваю. Непорядок. Нет, ну серьезно. Почему тут нет указателей? Вот где? Вот я пришла, да? Где мне его искать? Че, поедем назад, да? Я, не знаю. Зато тут снимать неудобно. На меня никто не смотрит. Никто не слышит. От вас и сдастся. Че это? Может, это броски могилы, кстати? Не написано ничего. Пойду, смотри. Мне кажется, нет. Желко с кладбища скучали по мне, да? Может, пойти туда? Если я заблужусь, даже вы не будете знать, я их тут хотела. Можете сама не знать. Думала. Приду, положу цветы, пойду домой. Покушаю. Отдохну, че, сейчас пойду заниматься. Нет, конечно, я, наверное, даже пожарки не успею. Потому что, сколько сейчас, наверное, уже четыре больше. Сейчас уже четыре ровно. Мне на семь уже заниматься. А я, че, сильно ехожу по кладбищу? Ношу свежим воздухом. И сейчас я у кого-то спрошу, смотрите, какие высокие деревья. Совы, совы, это... Это не к добру. У меня сейчас вот первый человек попавшийся, пусть он, блин, ветеран второй мировой войны. Я у него спрошу, где солдат советских. Тут даже краник есть, ну че себе. Наверное, если в земле испачкалось, то можно потом его остановиться. Где же еще работники? Я дошла, братишки. 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 Братишки, смотрите, какая я модная, у меня прям своя гримёрка. Еще и помыться можно. Я всегда говорила, что я хочу жить в школе, вот. Привет! Ну, крутотенежка, можно спереть бумагу, плетенечки, мыло. Попить можно, еще можно попить. Посидеть, столько стульев, можно себе сделать кровать, фоно, какие-то штуки. Телефон, всегда нужен телефон, чайник. Да вы что, да, все это. Здравствуйте. Я тут, все, я тут остаюсь жить. Сейчас только приоткрыть будет окошечко. Это совсем что-то душно. Упс. Как я его достану? Я его не достану. Его не достану. Ладно, пусть хоть так поветрится. И встать на стол. Чтила ты. Я04, фоно, может, ледо. Я Gen �度. Да. Упс. Быни. Быть. Я cris. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok